В Владимирском регионе отметили заслуги местных доноров. 19 сентября им торжественно вручили знак почетного донора Владимирской области. Акция приурочена к Международному дню донора Костного мозга. Провели ее в Доме культуры молодежи областного центра. В нашей стране этот праздник сравнительно недавно стал праздноваться. С 2015 года, если не извиняет память. И он называется международным, потому что порядка 50 стран уже занимаются, и в том числе наша страна, Россия, уже занимается этой нужной, благородной работой. Пару лет назад члены Молодежной Думы предложили отмечать заслуги доноров на областном уровне. И в 2021 году церемонию награждения утвердили. Заслужить ее непросто. У многих уходит на это годы, ведь кровь на территории региона нужно сдать не меньше 20 раз. Тем не менее, обладателями почетного знака становится около 40 местных жителей ежемесячно. Переоценить важность материального поощрения нелегко, считают медики. Это признак того, что человека заметили, это знак уважения, это знак того, что то, что ты делаешь, это не напрасно, и что тебя видят, ценят, замечают. Это на самом деле очень правильно. Еще одна акция прошла уже на станции Переливания. В ней приняли участие исполняющие обязанности председателя Заксобрания Роман Кавинов и активисты Молодежной Думы. Они сдавали кровь. Свою Павел Черняев безвозмездно пожертвовал уже в четвертый раз. Он убежден, что к такому делу нужно подходить с максимальной ответственностью. Алкоголь, курение и так далее, это полностью исключается за определенный промежуток времени. То есть курение за час, алкоголь за сутки, жирную пищу за двое суток желательно, соответственно, все растительные белки можно, ну и такая очень щадящая диета. Овощи на пару, мясо на пару какой-то, там грудки и так далее. Роман Кавинов также стал донором. За всю жизнь кровь он сдал шесть раз, этот уже седьмой. Год назад ему сообщили о том, что сданная им кровь спасла человеку жизнь. В этот момент, по его словам, он будто заново родился. Кроме того, для самого донора сдачи биоматериала также немало пользы, отметил Роман Кавинов. Ну, насколько я знаю, наша служба крови региональная, областная, она оснащена самой современной, самой совершенной диагностической лабораторией. И поэтому, в общем-то, это бесплатный способ получить полнейший анализ о своей крови. То есть это не нужно идти в платные клиники и так далее. То есть делаешь и полезное дело, и на самом деле полностью получаешь расплатку по ритроцитам, лейкоцитам и прочие-прочие параметры. Это полностью донор крови получает информацию о своем организме. Это тоже здорово. Во Владимирской области можно жертвовать не только кровь, но и костный мозг. Процедура эта требует особых условий и проводится под наркозом. Сейчас в России больше 5000 пациентов, ждущих своего донора.